Ян Матвеев, военный эксперт, сегодня с нами на связи. Ян, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Давайте действительно поговорим. Российские войска стирают с лица земли город Суджа, Хурской области Российской Федерации, которую, я напомню, сейчас контролируют украинские военные. Об этом заявили, это официальное заявление сухопутных войск вооруженных сил Украины. То, о чем мы как раз сейчас и говорим. Что используют? Сбрасывают и забрасывают управляемые авиационные бомбы. Я цитирую как раз сухопутные войска вооруженных сил Украины. Обстреливают артиллерию, используют также дроны-камикадзе. Мы эту тему назвали сегодня тактика россиян. Но на самом деле, вот такое вот стирание с лица земли города Суджа, те действия, которые сейчас по своим же осуществляют российские военные, мы можем называть военной тактикой? Да, вполне они эту тактику используют уже довольно давно. То есть, естественно, до этого они применяли и применяют ее, продолжают применять в Украине. Против украинских городов и других населенных пунктов. По сути, их тактика в том, чтобы максимально постараться разрушить артиллерии, авиации, населенные пункты, какие-то объекты, районы, укрепрайоны украинских военных. И, соответственно, сделать невозможной оборону этих мест. Ну вот самый такой наглядный пример, наверное, это восточный микрорайон города Часов Яр. Там, где ВСУ очень долго сопротивлялись, несколько месяцев, несмотря на то, что они были даже в таком полуокружении находились и были отделены от основного города Часов Яр каналом. Но они продолжали сопротивление. Там такой большой квартал многоэтажек. Держались там. Ну и вот российские войска не могли зайти туда, никак именно захватить этот район. Но они просто разбомбили его, расстреляли из артиллерии. И там стало абсолютно невозможно находиться и обороняться. И, соответственно, ВСУ пришлось отойти на другой берег канала. И сейчас они удерживают основную часть города Часов Яр, который все так же бомбят. То же самое было и с Авдеевкой, когда оборона украинская долго держалась против накатов российской армии, против колонн техники, пехотных атак. Но затем начались очень-очень плотные бомбежки, обстрелы. И, соответственно, тоже и Авдеевка была очень сильно разрушена. И держаться там было невозможно, в том числе на коксохимическом заводе, который стал просто главной целью для фабов СОМПК. И, соответственно, ВСУ тоже пришлось оттуда отойти. То есть, ну вот такую же тактику, видимо, они планируют использовать и в Курской области. Пока, конечно, не в таком масштабе. Но те же самые авиабомбы фаб СОМПК уже сбрасывают. Уже есть сообщения и об использовании самых мощных фаб 3000. Несмотря на то, что эти бомбы имеют вот этот модуль планирования и коррекции и считаются высокоточными, точность их не такая прям высокая. И, естественно, когда такая бомба падает на населенный пункт, нельзя говорить о том, что она поразит. Даже если она направлена на какой-то там выявленный реально военный объект или там укрепрайон, окопы, блиндажи, то все равно у нее точность как минимум несколько сотен метров. И, соответственно, мощность очень высокая. Особенно у ФАП 1500, ФАП 3000. И, естественно, сами населенные пункты тоже разрушаются. А в Курской области еще остаются люди, потому что нормальная полномасштабная эвакуация российскими властями не проводилась в момент начала украинского прорыва. И многие жители остались в населенных пунктах. И действительно есть проблемы с эвакуацией этих людей, с вывозом через гуманитарные коридоры. Коридоров просто нет. Российская армия их не открывает. Соответственно, вернуться этим людям в Россию, уехать не получается. Ну вот при этом их бомбят авиабомбами как минимум. Плюс действует авиация с помощью неуправляемых авиационных ракет, которые тоже запускаются туда, где находятся украинские военные, по мнению разведки. Ну, соответственно, это совсем неточные ракеты. По сути, такое воздушное РСЗО, которое тоже разрушает, ну, просто все на достаточно большой площади и населенный пункт, и все что угодно. Российское военное командование для обороны Курской области передислоцировало подразделения, предназначенные для Покровского направления. Об этом пишет Институт изучения войны. Значит, все-таки операция ВСУ в Курской области влияет на ситуацию на всех направлениях фронта. В нашем эфире эксперты говорили, что это, да, это подразделение не спиритка, но все-таки резервы, которые должны были, так сказать, поддерживать наступление россиян на Покровском направлении. Ранее говорилось, что это и Харьковская область перебрасывается подразделение. Говорилось о десантниках из Севастополя, Тихоокеанского флота, тут еще ЧВК «Медведи» с Буркина-Фасон. Ну, все идет к тому, что вот все эти подразделения, которые перебрасываются в Курскую область, это такая сборная солянка. О чем говорит тот факт, что это не какое-то унифицированное подразделение, не какая-то унифицированная бригада, а вот именно какие-то куски недоформированные, недоукомплектованные? В чем сложность собрать их до купы, что называется? Ну, потому что их собирали в спешке, очевидно, не было плана, очевидно, нет каких-то серьезных оперативных резервов на вот как раз такой случай у российской армии. То есть, скажем, в нормальной ситуации у армии всегда есть несколько там бригад, которые где-то находятся, собственно, в тылу, там проходят подготовку и становятся таким оперативным резервом. Их можно использовать либо для наступательной операции, например, либо для того, чтобы прикрыть какие-то опасные участки для обороны. Ну вот, ничего такого не было. Российской армии пришлось снимать с фронта разные подразделения из разных районов. Просто, видимо, по принципу того, что вот кто был не задействован напрямую в военных действиях, кто был как бы вот в некотором резерве, кого можно было так относительно беспроблемно снять и перевести, тех и перебросили. Это, конечно, если мы не говорим о Харьковском фронте, потому что оттуда как раз перебросили значительную часть подразделений сил, и это очень серьезно повлияло на российский потенциал на Харьковском фронте. И там о каких-то продвижениях, о каком-то продолжении того давления, которое российские войска оказывали и на Волчанск, и на Харьковском направлении. Уже не говорится вообще. То есть там абсолютная тишина, абсолютная стабилизация, потому что силы просто были передислоцированы в Курскую область. По поводу Покровского направления, действительно, силы, которые ведут сейчас наступление российские, и они не были затронуты. Но, естественно, те части, которые переброшены, это достаточно солидное количество. Сырский говорил 30 тысяч. Я думаю, что это вполне себе правда, и, может быть, даже больше подразделений перекинуто. Но вот надо просто понять, что если бы они не были в Курской области, они могли бы поддерживать Покровское наступление, и лишние 30 тысяч человек там могли бы создать еще больше угрозы. Спасибо, обязательно увидимся. Ян Матвеев, военный эксперт, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте. uatv.ua Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.